Я нахожусь в парке Эдуарду VII. Он находится прямо сразу после площади, позади площади Маркиза де Памбал. Такой я тут уже немножко прошлась. Видно памятник Маркизу Памбалю. Там проходят ремонтные работы. Так. Вот около памятника видно много автобусов туристических. Отсюда можно совершить поездку. Отсюда, я так понимаю, у них начинаются эти туристические поездки вокруг Лиссабона. Отправная точка, скажем так. Так. Ну а сам парк, конечно, вот он так начинается. То есть вот здесь уже нужно идти, хоть и не по ступенькам, но в гору. Прям все время в гору, в гору. Не знаю, дойду ли я до конца. Ну, надеюсь. Здесь зелененькая травка. Отдыхают люди. Вот сегодня, правда, среди недели. Я так думаю, наверное, выходные здесь. Это очень много желающих поваляться на травке. Позагорать. На. Так люди здесь загорают. Отдыхают. Тихо, спокойно поют птички. Чувствуется в воздухе весна. Даже птички вот загорают. А добраться сюда можно. Здесь где-то должна быть станция метро Парк. Не знаю. Если найду, подтвержду. Подтвержу это. А так вот метро Маркиза-Помбаля, прям вот там слева, вот. Как раз вот я показываю, где-то в той стороне, вот там выход из метро. И выйдете и сразу увидите, где находится парк. Мимо не пройдете точно. Парк огромный. Так. Гуляют по парку. Обнаружила такое красивое здание. Ну, это означает павильон Карлос Лопес. Там есть такая выписка написана. Открылась этот павильон в 1923 году. Как я понимаю, тут проходят выставки, музей. Ну, что-то, наверное, давно уже ничто не проходило. Как-то слегка запущен. Красивое здание. Очень красивое здание. Здесь, так понимаю, сделали парковку. Отдыхающие. Очень много машин. Красивое, опять же. Павильная. С событиями, да? Какими-то прошлых. Лето. Все, вот я поднялась по горке вверх. Привлекло мое внимание это здание. Наверное, может быть, его все-таки будут... Реставрировать. Потому что такое здание надо обязательно реставрировать. Очень красивое здание. Видно, что здесь идет заборчик. Так, ну что ж. Пойду дальше. Посмотрю. Продолжим поход по парку до самого верха. Здесь такой красивый прудик. С такими красивыми лебедями. Так же уточки здесь у нас плавают. И черные лебеди на той стороне спрятались. Спасибо. Продолжение следует... 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 Весна. А здесь все цветет и пахнет. Очень здорово. Вкусно пахнут цветочки. О, пчелка. Собирает мед. Трудится. Вот. Такой вот он парк. Ну что ж, я закончила свой поход. По парку. Посидели. Немножко отдохнули на скамеечке. Подышали воздухом свежим. Теперь уже можно идти обратно домой. Вот еще раз вид. Красивый вид этого здания. Павильон, да? Ну что ж, будем надеяться, что его отреставрируют. Вот. А теперь мне придется вниз идти. А вообще здесь, наверное, можно кувырками. Хоп-хоп. А лучше всего на лыжах. Было бы здорово вниз. Наверное, за 2 секунды. А так вот придется топать. Топать-топать. Все. Я топаю домой. Вниз. Так что было-то все-таки парк. О, собачки тут прибежали. Хозяйка очень так испугалась. Думала, наверное, собачки побежали за мной. Как всегда. Меня собачки очень любят. Вот. Вот они какие бегают собачки. Прыг-скок. Как козленок. Явно молодой. Да, смотрите, под ноги бывают здесь попадаются собачьи неожиданности. Так что не попадите. Хотя в основном это на травке. Так что если решите полежать, да, прежде чем ложиться на травку, сначала посмотрите, нет ли там подарочка. Если подарочка нет, можно очень хорошо поотдыхать и позагорать на солнышке Лиссабонском. Ну все. Спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилась прогулка по парку. И до скорых встреч. С вами была Жанна. Пока. Пока.